Это безумие! Никогда не понимала, почему некоторые считают науку такой же скучной, как смотреть, как сохнет краска. Даже если ученые реально наблюдают за тем, как сохнет краска, это, скорее всего, часть какого-то невероятного эксперимента, направленного на благо всего человечества, или, как минимум, на благо краски. Есть много научных экспериментов, которые занимают огромное количество времени, но дают самые удивительные результаты. И вот некоторые самые странные из них. Наблюдение за пятнами на Солнце. Да, эта область науки многогранна и неизменна, ведь сколько существуют люди, столько они изучают и наблюдают за Солнцем. Оно зачаровывало пытливые умы человечества все время, что светит нам. Одна из самых важных отличительных особенностей Солнца — периодическое появление огромных, темных, мощных магнитных пятен на его поверхности. Эти пятна в размерах могут превышать нашу Землю. Западные ученые разделяют идею древнегреческого философа Аристотеля о том, что Солнце идеально, а их китайские коллеги не так в этом уверены. Их первая заметка о пятнах на Солнце очень поэтична. В ней говорится, Солнце было желтым на восходе, а в его центре была темная дымка размером с монету. Это было написано в 28 году до нашей эры. С тех пор астрономы обнаружили, что эти пятна оказывают непосредственное влияние на климат Земли. Например, с 1100 до 1250 года был период под названием средневековый максимум, когда на Солнце наблюдалось много подобных пятен. Средневековый максимум на Солнце совпадает с периодом относительно теплого климата на Земле, который назвали средневековый климатический оптимум. Позднее промежуток с 1645 по 1715 год, известный как малый ледниковый период, соответствовал минимуму маундера на Солнце, то есть когда солнечных пятен практически не было. Будильник, который всегда звонит. Давайте отвлечемся от абстрактного и далекого и поговорим о том, что мы все хорошо знаем. Возможно, даже слишком хорошо. Будильники. Они будят нас по утрам, вырывая из сладких сновидений. И кажется, ученым нравятся эти горькие шутки. Ведь у них есть единственная вещь, которая держит зарядку уже 179 лет. И это не мой телефон. Это электрический звонок, как у будильника. Он звонит с 1840 года. Похоже, кто-то сильно опаздывает. Будильник находится в фойе лаборатории Кларендона в Оксфордском университете. Вам, возможно, интересно, как там вообще работают ученые, если он постоянно трезвонит. Звонок находится за двумя слоями звука непроницаемого стекла. А еще звон не прекращается, потому что язычок беспрерывно двигается между двумя колокольчиками. Колокольчики же подсоединены к батарейкам, которые называются зомбониевыми столбами. Точное устройство этого звонка до сих пор неизвестно, но факт остается фактом. Будильник все еще звонит? Почти вечные часы. Если кто-то решит прикрепить бесконечный звонок к этим часам, получится самое жестокое изобретение в истории жестокости. Но, к счастью, эти часы стоят в университете Атаго в Новой Зеландии. Они ни разу не ломались с тех пор, как их в 1864 году сделал Артур Беверли. И до сегодняшнего момента ни разу не останавливались. Иногда механизм часов Беверли надо чистить и ремонтировать, но он идеально работает и не изнашивается. Это возможно благодаря хитрому применению герметичного ящика, очень чувствительного к колебаниям температуры и атмосферному давлению. В зависимости от изменений погоды в течение дня воздухонепроницаемая коробка расширяется и сжимается. Когда она расширяется, то с достаточной силой толкает грузик. Он поднимается, и это позволяет часам до сих пор идти. Значит ли это, что часы Беверли – вечный двигатель? Нет, конечно, ведь им все равно нужно стороннее влияние температуры. Хотя они и могут обойтись без вмешательства человека, за исключением случаев, когда требуется обслуживание. Неуловимая капля смолы. Что это, господи, такое-то? Это научное исследование является лауреатом Шнобелевской премии и обладателем мирового рекорда как старейшего непрерывного лабораторного эксперимента. Потребовалось три года, чтобы просто подготовиться к нему, но на первый взгляд оно не слишком-то впечатляет. Это всего лишь воронка, заполненная в 1927 году высокоплотной смолой, известной нам как гудрон или асфальт. Когда смола улеглась к 1930 году, профессор Томас Парнелл открыл дно воронки. Этот эксперимент показывает, что смола – не твердый материал, а очень вязкая жидкость. Идея в том, что смола, как и любая жидкость, со временем образует капли, которые в конце концов упадут. Но никто не видел, как это происходит. Причина не в научной ошибке. Конечно, смола – это жидкое вещество, но ее вязкость в 30 миллиардов раз выше, чем у воды, например. Потребовалось в целом 8 лет, чтобы упали первые 7 капель. Из-за системы кондиционирования, охлаждающей воздух, следующим двум каплям потребовалось в два раза больше времени. Неважно, как долго придется ждать, но, похоже, они падают только в тот момент, когда никого нет рядом. Будто сама наука смеется над экспериментом. Даже когда в первое время это отслеживалось с помощью камеры, что-то пошло не так, и запись момента отделения капли от воронки удалилась. Впервые это почти невозможно пропустить. Процесс транслируется на веб-камеру 24 часа 7 дней в неделю. Очень увлекательно, да? Люди в интернете яростно спорят о сроках, когда упадет следующая капля. Это доказывает, что наука может превратить даже наискучнейшие вещи в нечто захватывающее. Эксперимент длиной в 500 лет. Боже мой, некоторые эксперименты настолько долгие, что человеческой жизни недостаточно, чтобы получить ответы на вопросы, заданные в их начале. Один такой вопрос появился в светлой голове Чарльза Кокела из Эдинбургского университета. Однажды он забыл чашку Петри с цианобактериями. Забыл на 10 лет. Этого более чем достаточно для бактерий, чтобы высохнуть. Я бы притворилась, что это не мое, и выкинула, сгорая от стыда. Но может потому я и не ученый? Чарльз повел себя по-другому. Он попытался оживить бактерии, и у него получилось. С тех пор он задался вопросом, как долго могут прожить высушенные бактерии? В 2014 году начался его амбициозный эксперимент. Для этого ему нужно было всего два деревянных ящика с запечатанными стеклянными баночками, в которых находились бактерии. А важнее всего инструкции будущим ученым. Ведь в 2514 году Чарльз, скорее всего, не сможет собственными руками открыть баночки и оживить бактерии. Скорее всего. Раз в 25 лет ученые должны открывать некоторые баночки, добавлять к бактериям воду и пытаться вырастить из них колонии. Ох, и копировать инструкции на любые носители, использующиеся на тот момент. Ведь через 500 лет люди, возможно, забудут о флешках. Более 66 тысяч поколений в чашках Петри. Другой пример впечатляющего терпения, целеустремленности и стойкости микробиологов — эксперимент, проводящийся американским эволюционным биологом Ричардом Ленске с 1988 года. Кажется, не так уж и долго, но это если измерять в человеческих годах. В 2016 году 12 популяций бактерий, названных И.коли, разрослись до 66 тысяч поколений. Для этого человеческому виду потребовалось бы чуть меньше двух миллионов лет. Все эти поколения И.коли необходимы для отслеживания небольших эволюционных изменений и для наблюдения за эволюцией в миниатюре. Наиболее интересная часть этого постоянного наблюдения — это неподтверждение прогноза о том, что вид достигнет своей максимальной формы для лучшей адаптации к окружающей среде. Согласно общеизвестным знаниям в области биологии, это уже произошло бы с бактериями, использованными в эксперименте. Но они все еще продолжают изменяться. Это значит, что эволюция никогда не останавливается. И у матери природы всегда есть идеи для развития. Например, где-то между 31 тысячным и 31 тысяча пятисотым поколением И.коли научились переваривать еще два вида пищи, помимо того, которым они уже питались. Самое приятное в этом эксперименте то, что он закончится не скоро, и мы сможем многое узнать благодаря ему. Вот так простые и скучные вещи могут привести к великим открытиям и изобретениям. А вы когда-нибудь ощущали, что наука пробуждает воображение и заставляет ваш ум искать ответы на интересные вопросы? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить этому видео лайк, поделиться им с друзьями и подписаться, чтобы всегда оставаться с Эдми.